Судьба наличных денег все чаще становится предметом дискуссий экспертов. Какое место уготовано монетам и банкнотам в мире будущего? Ведь в последние годы стремительно растут объемы электронных платежей. В ряде стран уже взят курс на тотально безналичные расчеты, а новые технологии, вроде криптовалют, обещают полностью заменить наличные деньги. Но отрасль наличного денежного оборота не отступает перед вызовами времени. Новые технологии в разы повышают скорость и точность обработки наличных. Более безопасные способы перевозки денег сохраняют здоровье сотрудников и ценности клиентов. Инновационные материалы продлевают сроки службы банкнот. Новые горизонты открываются благодаря внедрению робототехники. Все это позволяет более эффективно решать известные проблемы, а также создает новые перспективы перед наличными деньгами в мире будущего. Международная конференция «Актуальные вопросы развития НДО» уже третий год подряд привлекает к участию широкий круг руководителей и ведущих специалистов в сфере наличного денежного оборота. На мероприятие, которое состоялось 20-22 июня 2017 года в живописном российском городе Суздале, прибыли делегации из России, ряда стран СНГ, Европы и Азии. Ключевым для конференции стал доклад первого заместителя председателя Банка России Георгия Лунтовского. Он высказал твердое убеждение в том, что наличным деньгам предстоит еще долго служить важным экономическим инструментом. Век наличных денег, долг, они существуют уже не одно тысячелетие. Думаю, что и дальше они будут также обслуживать платежный оборот. Есть много факторов, которые влияют на предпочтения граждан, а мы ориентироваться должны прежде всего на них. Прежде всего это доверие к той или иной форме платежей, это развитость инфраструктуры. На одной из международных конференций выступал представитель Швеции, который несколько лет назад заявил о том, что будут отказываться от наличных денег. Но выясняется, что не так все просто. Есть регионы, где, в общем-то, невозможно обойтись без наличных денег. А если говорить о территории Российской Федерации, то у нас такая ситуация в этой области, что сейчас, мне кажется, даже обсуждать эту тему не стоит. Желаю всем плодотворной работы и хотел бы еще раз поблагодарить наших организаторов за то, что они выбрали это прекрасное место. Мы уже немножко посмотрели Суздаль, получили очень хорошее впечатление. Я думаю, и дальше мы будем иметь возможность не только работать, но и отдыхать. Большое впечатление на участников произвело выступление заместителя председателя правления Сбербанка России Станислава Кузнецова о внедрении инновационных подходов в обработку и транспортировку наличности. Обзор темы риск-ориентированных подходов, которая активно обсуждается на профильных конференциях во всем мире, представил президент-председатель правления объединения Росинкасс Олег Крылов. Представители одного из генеральных партнеров конференции компании «Глория» поделились опытом реализованных проектов в различных регионах мира, а также выступили модераторами сессии об инновационных технологиях в отрасли. Неизменным интересом у участников пользовались выступления представителей Банка России. Оживленную дискуссию вызвали тезисы доклада, представленного депутатом Государственной Думы Игорем Девинским. Представитель Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов внес на обсуждение инициативу, цель которой – снизить уровень криминальной угрозы перевозчикам денежных средств с помощью информационного обмена с правоохранительными органами. Всего в ходе конференции состоялось несколько дискуссий и прозвучало около трех десятков докладов, осветивших все центральные для отрасли наличного денежного оборота темы. Популярностью у участников также пользовалась выставка. На стендах и в демонстрационной зоне производители и поставщики представили свои лучшие образцы продукции для пересчетной сортировки, а также для безопасной транспортировки наличных средств. Удивительный город – Суздаль, древний город, жемчужина городов русских. Это место создало и настрой. Пожалуй, это была самая оптимистичная конференция из тех, которые проводили. Многое достигнуто. Создана ассоциация перевозчиков денег. Наладились уже связи, достаточно серьезные связи, как у меньших инкассаторов России, так и фирм, задействованных в сфере обработки наличности. Это и автомобили, и пересчет, и защита денег. Приехали уже воочию достаточно влиятельные представители Государственной Думы. И у нас состоялся очень интересный диалог. Мы, наконец, услышаны. Мы рады в том, что наши проблемы становятся все более актуальными и на законодательном уровне. Росинкасс, который является практически идеологом этой конференции, является современной динамичной компанией, которая развивается. Мы дали свое видение с точки зрения управления рисками компаний. Мне кажется, достаточно современно, актуально и должно дать нам серьезные результаты в ближайшем будущем. География расширяется. Это очень здорово. Это не может не радовать. Второй год подряд выступают модераторами представителей фирмы «Глория» японской. Замечательная компания «Гидики и Девриент». Это наши немецкие партнеры, с которыми мы очень плотно работаем. «Гип-2000», которая представляет тоже серьезных зарубежных партнеров. В этом году очень интересно нам сделали представление шведские коллеги. Вы видели, произвело впечатление на всех, даже на первого вице-губернатора Владимирской области взрыв ящика, защищенного для перевозки денег. Я пожелал бы собраться в следующем году обязательно. Здесь очень много тем для обсуждения, и такая конференция становится необходимостью. Я пожелал бы нам всем, во-первых, удачи, во-вторых, отсутствие негатива в работе любого, отсутствие инцидентов. И главное, что пожелал бы нам встречаться чаще и больше. Мы сейчас, скажем, на старте больших изменений. Очень много мы делаем в области информатизации, и я думаю, за этим будущее. Вот, например, мы сейчас работаем над системой Таушки, которую Банк России внедряет. Использование этой системы позволяет нам сэкономить по полчаса на сдаче и приеме ценностей. Если просто считать по всей стране, то это уже миллионы рублей экономия. Очень много стали уделять внимание обучению людей. Люди должны быть обучены и любить свое дело и свою фирму. Мы постепенно переходим в электронную область, электронные документы обороны. Над этим сейчас работает и Банк России, и все фирмы, которые занимаются инкассацией. Сейчас уже используются агрегатированные комплексы, которые опять заставляют человека работать более эффективно. Ну и, соответственно, мы справляемся с большими суммами. Когда наблюдаешь за работой агрегатированного комплекса, это человек выглядит как кочегар, который в топку забрасывает эти деньги. Без наличных денег, особенно в нашей стране, вряд ли возможна жизнь. Я думаю, через 10 лет наличные деньги станут так же подконтрольны, как и безналичные. Государство будет знать, когда мы суем купюру в кассу, откуда она пришла, где ее напечатали. Контрольными деньгами наличными позволит раскрывать многие преступления, позволит бороться серьезно с коррупцией, потому что будет известно, где деньги обналичены, как они попали и к кому они потом пришли. Эта конференция только началась три раза, это небольшой, три года – это небольшой срок. Но мы видим, что все хотят этого общения. Наличные денежные обращения – это была очень закрытая отрасль. Теперь мы собрались в ассоциацию, мы хотим делиться с друг другом своими технологиями, своими наработками. Тут же вокруг нас образовалась масса вендоров, которые на крыльях приносят нам новые технологии. А мы можем поделиться, посоветоваться со своим коллегой, а как оно у тебя работает, у меня еще нет. Мы только сейчас начали разговаривать с друг другом. Эти встречи очень важны для нас. Я бы пожелал встретиться еще раз через год на новом месте, а это традиции, мы какой-то новый интересный город выберем и обязательно там всех соберем. Как сказал заместитель председателя Центробанка России господин Лунтовский в своем выступлении, наличные существуют столько же, сколько существует человечество. Поэтому никаких особо кардинальных изменений мы не предвидим. Естественно, повысится уровень автоматизации работы с наличными деньгами, уровень роботизации. Многие из тех инноваций, которые сейчас только начинаются и которые сейчас воспринимаются как нечто экстраординарное, конечно же, мы полагаем, будет внедрено в повседневную практику. Десять лет назад сортировка по годности ветхости была исключительно ручной труд. Вы заходили в зал, сидело огромное количество, как правило, пожилых женщин, которые руками раскладывали деньги на кучки. Сейчас таких банков уже не осталось. Я, кстати, горд тем, что представляю компанию, которая впервые на российском рынке представила технологию автоматической сортировки. Основной тенденцией автоматизации будет внедрение технологии рециклинга. Уже появляются рециклинговые банкоматы. И так же, как говорил мой коллега господин Митсуи в своем приветствии вчера, видимо, мы скоро будем наблюдать широкое распространение рециклинговых устройств, в том числе в учреждениях розничной торговли. Вся информация, которая здесь была представлена, для нас чрезвычайно ценна. Также для нас очень ценна непосредственное общение с руководством Банка России и нашими крупнейшими клиентами. Это превосходное мероприятие. Мы принимаем в нем участие второй раз. Серьезность нашего отношения к нему демонстрирует наше количественное участие. Здесь трое японских коллег, двое английских коллег. Для нас это важнейшее, крупнейшее мероприятие. И мы дальше намерены принимать в работе такого рода мероприятий самое активное участие. Мы должны поговорить о конкретных решениях. Потому что сегодня вопрос о том, что автоматизация. Крептивная автоматизация – это ответственность для эффективности. Это самое главное, но это все, что люди должны понимать. Это не только продукт, но и это действительно полностью решение. Вы должны понимать, что продукт, software, сервис, автоматизация. И секрет, как я сказал вчера. Мы не говорим о редактировании людей. Конечно, нет. Процесса должна быть более эффективной. Это то, что мы видим. Мы видим так много чеш-стантеров, где так много людей работают, и они даже не знают, что делать. Мои деньги от одного места до одного места. Это смеется. Это смеется. Это можно сделать 50 лет назад, 30 лет назад, но не сегодня. Есть много решений, которые существуют. И они должны быть выполнены. Мы должны привести идею к клиенту. Это нужно время. Это нужно, иногда, долгое время. Но, наконец, я знаю, они будут понимать, и все это победит. Этот ивент – это прекрасный ивент. Это не третий раз. Это в Сустал. Это очень хорошая область. Это как, я желаю, чтобы здесь уходить. Мы живем в деревне, с такой прекрасной природой, с вкусом. Будущее наличного денежного обращения – это вопрос, которому задается не только физики-деверент в России, но и в мире. Целое отдело аналитиков занимается этим вопросом. Что будет потом с наличным денежным обращением, и какие технологии нужно подготовить? Конечно, это повышенный уровень автоматизации. Конечно, это роботизация. Скорее всего, будут кассовые центры без участия человека. Скорее всего, документ-оборот будет электронный, и между собой все участники этого движения будут, скорее всего, связаны. И, конечно, будут применяться стандартные решения по логистике, для того, чтобы эффективно замыкать цепь, и для того, чтобы кассовая работа приносила доходы. Вопрос, который сейчас давлеет в Европе очень серьезную централизацию обработки денежной наличности, там видна, крупнейшие кассовые центры строятся. У нас другая ситуация, поэтому, безусловно, мы стараемся адаптировать наши решения к российской действительности. Именно поэтому в России «Гизи Кедевриант» достаточно давно уже создала совместное предприятие, и мы здесь смотрим российскую действительность и, соответственно, предлагаем соответствующие решения. Прекрасная конференция. Спасибо большое организаторам. Это, конечно, было очень здорово. Снова собрать участников достаточно высокого уровня в сфере наличного денежного обращения здесь, для того, чтобы мы друг с другом поделились опытом. Нам, как вендорам, очень важно получить обратную связь от заказчиков, понимать их проблемы, задачи. Поэтому, безусловно, конференция важна, и мы будем очень надеяться, что в следующем году она пройдет в столь же прекрасном месте, как Суздаль, но в нашей стране. Цифровые технологии и новые технологии, они приходят на традиционное поле, как инкассаторы. Приятно наблюдать, как крупные банки делают в этом большие шаги, и полностью отрасль преобразовывается. Вы все помните, 10-15 лет назад это очереди в кассу банка. На сегодняшний день вы очередей в кассу банка не видите, потому что процесс пересчета наличности, он сведен к минимуму. Мы были как раз та компания, Дип 2000, которая принесла эту технологию из крупных кассовых центров и сделала технологию доступную для каждого кассира, для каждого операциониста, который работает в банке. В ближайшие два года будет реально произведена революция в инкассаторском деле, скажем так. Использование таких технологий, как спецконтейнеры, оно позволит полностью преобразовать отрасль процентов на 80-90 по сравнению с тем, что есть. Уже третий год идет конференция, и мы считаем, что мы видим эти положительные моменты, которые здесь есть. Создание ассоциации позволяет наладить диалог между всеми сторонами. Вы все помните басню Крылова про лебедя, рак и щука, но, к сожалению, в жизни это часто встречается, потому что, возможно, иногда не слышат или нет формата пообщения, потому что он требует. Мы бы участникам конференции пожелали более открытого диалога о насущных проблемах. Второе, о представлении различных, даже, возможно, футуристических каких-то идей. Нам бы хотелось, чтобы концентрация была и на экспорт тех технологий, которые у нас есть, за рубеж. И в этом мы видим огромный потенциал. Создание, ну, так сказать, шикарных продуктов здесь, в России, использование интеллектуального ресурса позволит просто нашей стране, ну, получать и дополнительную валюту, и доход, и развитие. Наша отрасль хороша тем, что в каждой стране свои нюансы развития. Депрессия все-таки ближе по отношению к наличным, к таким странам, как Япония. Потребности экономики возрастают в обращении. Ну, конечно, безналичные расчеты все больше на нижнем уровне вытесняют наличные. Производство наличных денег и банкнот, и монет – это высокотехнологическая отрасль. Мы разрабатываем сенсоры, разрабатываем специальные устройства и получаем патенты, в том числе с использованием мобильных устройств. То есть одно из устройств на нашем – Mobi2Cash, которое присоединяется к мобильному телефону, может определить высокую степень подделки или неподделки в купюре. Технологии приходят в отрасль, но пока, может быть, отрасль сложна для стандартизации, потому что стандартизация в какой-то части, может быть, убивает конкуренцию. Для каждого участника я бы посоветовал бы, прежде чем внедрять что-то, опробировать и посмотреть, как это реально работает у него в конкретных условиях. Эта конференция очевидна, что часы меняются. Я думаю, что мы на вершине другого мира. В мире, где КАТ работает разнообразно, где банки контролируют деньги разнообразно. Технология становится гораздо более дешевле. Технология также работает гораздо лучше. Так что мы находимся в фазе, где клиенты могут обеспечить технологию, могут имплементрировать это легче и быстрее. И также, с различными игроками, есть много знания и опыт, чтобы имплементрировать это в России или в любой другой стране. Я очень интересно и впечатляющее, конечно, по месту. Это прекрасный место. Многие презентации были очень важными и интересными. КАТ has been very technology-фокусed, which means that the people and the industry are very eager to implement technology and move forward and automate things. All this technology is not only about cutting costs or automation, it's about improving the security and the lives of people. And I think that's very critical. I would like to see more practical demonstration, because technology is not theoretical, it's about how to implement it in practice. And I hope we'll be able to see this group next year in a different, but as beautiful places this year. Мы презентовали новое решение. Это новая разработка компании «Профиндустрия». Автоматическую депозитную машину «Монерон». Увидели большой интерес, проявленный всеми партнерами, и, в общем, очень довольны текущей презентацией. В этом году мы получили информацию о том, что Банк России будет плотно работать с производителями по настройке различного рода устройств по обработке наличных денег на новые 200 рублей и 2000 рублей. Чему мы очень рады? Мы очень долго об этом говорили на всех конференциях. В этом году получили фидбэк, чему очень рады. Прекрасный выбор места, формат общения более чем располагающий. Мы стали общаться с нашими партнерами еще на приветственном мероприятии, на приветственном ужине. И, собственно, уже в первый официальный рабочий день наметили, с кем нужно провести какого рода переговоры. Мы больше 20 лет занимаемся технологиями в банковской индустрии, и несколько лет назад начали заниматься промышленной робототехникой. При серьезной поддержке со стороны сберегательного банка, других коммерческих банков, у нас на свет появились решения, которые уже сегодня работают в режиме промышленной эксплуатации. В скором времени мы, наверное, увидим, что люди освобождены от тех операций, нудных, скучных, повторяющихся, которые им не свойственны. Люди должны заниматься творчеством, общаться между собой, а деньги пусть считают роботы. В выступлениях докладчиков, именитых докладчиков звучало то, что мы находимся сейчас на пороге качественных преобразований. То есть пределы работы уже достигнуты, а использование таких технологий робототехники в этой жизни делает совершенно другие подходы. За моей спиной находится участок, роботизированный участок по обработке наличных. И, конечно, это новое совершенно изделие, новые подходы. И таких устройств в мире не существует. Поэтому Россия сегодня впереди. Это, наверное, самая-самая целевая конференция, которую можно только представить. И уровень представительства настолько высокий, что уже дальше некуда. Вот поэтому все доклады были очень интересными. Обмен мнением зарождает ту самую синергию, в результате которой рождается новое, красивое и интересное. Умные технологии в нашей жизни внедрены повсеместно. Мы видим это в телефоне, мы видим это в компьютере, мы видим в микроволновых печках, в том числе и в инкассаторских машинах. Через год мы увидим совершенно новое решение. Через два года все может измениться в совершенно непонятном направлении сегодня. Если прислушаться к выступлениям представителей Банка России, то мы понимаем, что цели у отрасли такие же, как в странах Западной Европы, в странах остального мирового сообщества. Я представляю компанию, которая производит инкассаторские спецконтейнеры. Это умная технология, и она обеспечивает сохранность человеческой жизни оператора, инкассатора, того, кто пользуется нашим оборудованием, и сохранение находящихся в ней ценностей. В европейских странах, где это применяется уже много лет, с тех пор, когда законодательство либо разрешает, либо рекомендует, либо обязывает использовать такие системы, тенденция нападений сокращается значительно в некоторых странах до нуля. Мы с удовольствием слушали выступления представителей Банка России, мы с удовольствием слушали выступления ведущих банков российских. В первый день работы конференции мы с большим вниманием относимся к предприятиям, производящим оборудование для нужд инкассации. Я не говорю о конкурентах, мы работаем в одной отрасли. Все это очень для нас чрезвычайно интересно. Я бы пожелал прежде всего начинать заботиться о личном составе. Мы говорим о бригадах инкассаторов. Люди, которые готовы каждый день пойти в очень опасную смену. Наша продукция направлена на то, чтобы человек начал понимать, что это безопасная работа. В условиях четвертой технологической революции, которая сейчас объявлена в всем мире, мы даже не можем представить, насколько совершенен будет процесс инкассации и насколько можно его защитить от неблагоприятных криминальных угроз и воздействий. Те же самые дроны, которые сегодня летают, дорого стоят. Через два года они будут стоить, может быть, копейки, несколько сотен долларов. И инкассация может перейти вполне на это. Идея витала в воздухе, и здесь мы ее активно обсуждали на форуме, по поводу контроля за самой денежной наличностью. Создать условия, при которых наличные деньги не будут нужны преступникам, это, наверное, и есть цель. Тогда можно отказаться от большого количества бронеавтомобилей, оружия и всего остального. Все отмечают, что появился некий дух сообщества, дух какой-то, значит, вот этого общения внутри отрасли. Участникам форума можно пожелать, не бояться обсуждать самые, может быть, смелые какие-то, самые там далеко заглядывающие идеи, потому что сейчас это будет все только ускоряться в процессах реализации, внедрения, использования в деятельность отрасли будет только ускоряться на мусли. Коллеги, благодарим вас за участие в мероприятии. Ждем вас на четвертой международной конференции актуальные вопросы развития НДО.